Воскресе! Во истину воскресе! 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 Через милиция! Дверяк не стойте, проходите. Продолжение следует... 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 были остановка останавливались допустим там на наш лекарь потому что шли там может быть далеко там сотни километров то сейчас на этом месте везде построили храм была остановка там храм никого нет ни одного ближайших три километра может быть деревня там трех километров просто в степи но красивый небольшой храм и я его со всех сторон сфотографировал даже так было бы что может быть такое познать он небольшой такой но красивый такое построенный и не очень вычурный такой но никого нету никого ну партий там а сторож сидит он открыл внутри посмотрели там все сфотографировали дальше где он там жил село меркушина такое и вот это в меркушина где было и тоже там на берегу где он любил горит на камне сидеть рыбу ловить там камень большой прямо на берегу реки река там и рыбу и здесь построен деревянный храм тоже красивый хороший но никого рядом нету туда примерно километров пять там где-то деревня там может 10 просто тоже там сидит женщина с мужчиной храме то мы зашли там поговорили о визитке везде это свои задавал раздавал так вот тоже никому пошли на этом камне тоже посидели я там камень большой там камень тут прямо идет от спады и берег высокий так вот допустим выше чем вот это дом такой камень здоровый там и огрудочки не взяли то бы я тоже половить бы чтобы рыбу там на этом камне река там не знаю как называется лысь вы наверно что ли там уральская река но вот так вот проехали вот там только в одном храме недалеко от этого места нашел а где купель в нижнем храме храм 2 этажа миха в нижнем храме в подвале как построена купель красивые конечно там они построили там какие как сходить большая купель там глубиной где-то если взять так вот такая ну то есть воду-то наливать там в одном храме такая но вот я с батюшкой смотрю как сделать ты можешь такой тебе не надо делать это очень дорогая будет там видно сделали кто там находили в одном храме мы видели как строили новый храм большой храм такой построен ну и доска допустим этих благотворителей кто но я почитал только на одной стороне стены где частные лица кто действует там разная фамилия а на другое кто там газпром нефтепром там банк такой-то банк семьдесят две организации только которые участвовали строительстве этого храма конечно каждая организация она не по 10 тысяч выделяла понятно там я уже прикидываю батюшка как ты говорит я так я говорю ну я при я примерно говорю вижу я дом себе строил там их и храмы сколько это теперь все какие цены сегодня сколько на работу это видно там сотни миллионов это точно за 10 миллионов сегодня что построить да ничего не построить если какое там это храм это там не один кран должен возле него стоять там а кран в сутки десятки тысяч только за эксплуатацию экрана там все это привести рабочих найми на весь материал там все это обделано мрамором внутри там это стены там мраморная все такие в одном храме такие вот не был тогда как колонны сделаны как-то они вот так вот из камень змеевик называется такой зеленоватый камень зеленоватый колонны такие внизу вроде поуже потом так это шире потом опять фигурные такие ну вот так вот и побыл второго батюшку встретили поехали в перми нашел я там его пока наш там он с которым я был в хунгуре от отец олег там у них было совещание в епархии пока он там на совещании было не совещание там они собирались а значит всех руководителей детских школ епархии вот ну и там ученики были там они концерт был там все а я в это время поехал того искать отца василия кетерина когда учились он был дьяконом ну наконец-то в один храм за заехали нет но потом подсказали где заехал я в епархию там где и зашел узнал где он служит узнал где служит и приехали зашел я в храм ну храм так не очень большой но очень так убранный украшенный хорошо смотрю батюшка здоровая но был такой по два метра стоит там панихидку справляет и одна бабушка сзади его стоит видать работница церковная очень никого нет храме литургию видать ослужила там заказал кто-то его на этом но я стою как раз на половине было со святыми упокой на 6 песни было он обраться покодил и дальше но я стою но ничего что есть потребнику ничего не упускает все обычно давно я там все а этот нет все по-честному значительное такое совесть его батюшка все от буквы до буквы что положено все а потом когда он закончился по христосов я подхожу ему христосов есть отец василий он я смотрю что-то вот знакомое вот что-то я не как это хорошо говорю посмотри он так отец саким точно угадал но тогда уже обнялись пошел показывать все давай показывать где храм где какая икона кто ее когда это написано кто и реставрировала когда все пока в алтарь зашел это вот тот и все открывает где у него что хранится там потом повел уже подсобное помещение где у него проспорня вот проспорня у него там все там сделано тестомес какой-то там импортный такой то теперь где шкаф отдельно где проспоры когда подниматься чтобы они бегут и чтобы там в тепло ставить определенную температуру ставит что включает там и она на определенное время там все автоматически теперь эти духовка где печет тоже все там это автоматически включил так как в скоте она там при время она выключится то есть они уже не перегорят они все там это вышли в коридор у него стоит бак воды моровенные как-то на два разделены так и соединяется местом это у нас запас воды вдруг не будет воды две тонны входит в этот бак капронова но баку присоединил то трубочки все там чтобы если не будет центральной то он уже подключает все у него будет все показывает потом повел там это давай открывать там эти печатает книжечки там молитвы к причастию утренней вечери на русском языке давай его не пачку вытаскивать вторую куда я столько не унесу другие давай там разные иконки новая напечатана это ничего не привез я оставил пока в новосибирске тяжелый там потом привезут я раздам вам давай все дарить достает мне крест новый крест коробочки окрестно такое что с украшением следующая награда то мне в этот крест носить он мне когда я еще мне нет этого ну награды будет грязь кладет 2 коробочка этот грех он дорогой крест этот стоит там тысячи все там чё потом открывает ящичек это телечо на дорогу денег дать я лечу да у меня билет куплены нет не надо денег отказался не стал брать все там какие-то крестики давай еще там все это до того это но потом покормили там отец у него помогает отцу уже за 80 лет старый батюшка такой белая бородка но просто такой небольшого росточка сухоньки такой вот он пришел потом познаком отец василий а он глухой батюшка вот отец это отец таким он благомолит к старообрядцам отец видать тоже тот то но познакомились все это он это ему давай ну поговорили с ним так хорошо с этим вот николай зовут отец николай а этого отец василий ну вот такие встречи были в кунгуре я показывал эти делал выставку фотографии там поставили скамейки храм длинные скамеек поставили ряд и я все почти фотографии разложил все вот в этот день у них было как раз там молодежи много ученики у них там принято что закончилось учение в школе то в этот день объявляет у них благодарственные молебен об окончании учебного года и вот там ученики воскресной школы родители с ними ну и вот было там вопросы задавали когда что там фотографии то смотрят фотографии то необычно ко мне подходит руководительница воскресной школы женщина которая в воскресную школу ведет такая представительная дама такая отец всяким а вы фотографии вашего да мои а почему вы их так и да а почему вы не издадите альбом мне тоже не один раз еще за границы предлагаю альбом это говорит альбом вы если вы издали бы говорит альбом кто нашли вы знаете это вас фотографии такие вы выглядите могли и для храма помощь бы была альбом это продавались бы вроде это их люди бы востребованы были то есть такой это вам говорит надо альбом издать игры ну я как-то мне предлагали уже не один раз это сделать как-то так пока откладывали ну вот такое вот задавали там ребятишки вопросы какие там видят что у нас дети как одеты по форме как я объясняю что почему так по форме за нее ничего пошло этом в храме и девчонки в штанах там от все там нет как везде причастие ну так и есть то есть на это никто не обращает внимание какой ты был в одежде там или какой-то поведение ли это только в храм пришел и все то есть такое приди только в храм вот так как было пришел в храм и человек если я хочу покреститься первый раз пришел надо крестить а почему отказать нельзя а вдруг он выйдет и по и попадет под машину как будто вы шофера выезжает утром и ищет а что сегодня был в храме не покрестился и за ним гоняться будут это не только в любом спроси а как ты его не покрестил вдруг он попадет под машину или под поезд и синие обязательно зашел сила и правого надо попрестить и об этом мы тоже было беседы говорили но они только что но они это знали меня как мы в семинаре были они только но отец таким своем репортуаре изменился дискотек ну вот так вот дорогой было хорошо спокойно ехала ничего какие вопрос на неделе праздник у нас имейте ввиду в четверг вознесение среду последняя пасхальная служба по пасхальному чину совершено здание пасхи никто может про мобязательно сходить я буду потеряете приеду через воскресенье потому что я там уже два воскресенья уже я не был здесь и уезжал и воскресенье по леске там с батюшкой до воскресенья послужили он вместе с новым уже весь в наградах там у него и метро и там крест и служит с открытыми вратами все награды уже получил сколько но он его за храмом там столько храмов там это отреставрировал храм это я горь какой ты так еще говорю ходишь даже и столько храмов там исходишь еще сколько там это заботы такие храмы там показ фотографии на начнем руина все были там в этом детская колония была в другой там какой-то там чужитие было там храм три этажа было еще там делали трехэтажные на высокие то есть три этажа и было заходит амарс внешний этаж там второй третий этаж занимается по лесу такие общежития делали с храмом но если нет никаких вопросов но вот эти храмы то они вообще то они действующие есть люди ходят все действующие действующие храмы все действующие там видите там город вот я был в пангурии он старинный город город купеческий там много вот мой ну как центры города много старинных зданий допустим по рядом с храмом где батюшка сети храм тихвинской божьей матери старинный такой это из красного кирпича дом трехэтажный помолида 4 3 этажный большой на городе что это городская дума а этот дом был какого-то купца это купеческий дом а там сегодня городская дума другой там дома там это купца такого-то был дом это купца такого-то это гольку психа была там дом то есть дома много старинной деревянной и кирпичное здание с у них как-то это сохранились и город еще старинные это город был купеческий город скажем так много там заводики это были там кожевинные заводы были там это небольшие там эти металлургические видать какие-то были заводы там были значит винодельные да вот то есть такие вот обувь значите обувные фабрики были еще до революции он рассказывает такое что советское время фабрика обувная работала говорит но наши обуви здесь продавали горит обувь нам какую-то а были в то время ездили за границу к за какую за границу ездили болгарию чехословакия можно было из советского союза как там по путевке там как туристы и наши уезжают горты там болгарию чехословакия обувь покупают обувь когда смотрят это там кунгур но мы совсем другая качество другой и все и вот из-за границы они покупают свою обувь а вот отца василия какой приход сколько людей у него ну я не я не страшно сколько приход ну ясно что в такой храм и содержать храм и в 3 священника служит даже на зарплату священником то даже это надо тысяч по 15-20 надо сегодня да больше надо поэтому уже это кто если помог реставрировать там то уже зарплату священником не будет должны сами добывать поэтому приход видать есть так вот что он мне показывал что там у него сделано до мне никогда до этого не дайте там у него такие только одни тестомес эти да это там все такие даже я таких и не видел не то что у нас там в лагере тестомес говорит там какое-то тестомес а там все это импортное такое у него да все это сделано и паломники видать приезжает ну и есть прихожане ну вот я был в воскресенье служили ну на службе было человек 300 было человек 300 было причастников было только детей нужно 50 не меньше я так вышел я не пришел батюшка причащал я служил с ним но я вышел на вот посмотрел сколько это идут и идут и идут так долго причащал он зоруса было немного детей очень много то есть примерно человек 300 было на службе я так прикинул так а там храмов там только действующих храмов это ага в городке ты в этом городок и небольшой 100 с лишним небольшой городок совсем до конкур что-то там 150 или 160 тысяч жителей то всего охран там я не знаю там десяток то действующих как раз и есть но там где-то трассы наверное проходит автодороги наверно идет на москву там дорога идет трасса идет она там трасса идет к екатеринбург москва идет через них проходит через ферме идет батюшка а еще вас послужим давай а вот когда вы раскладывали фотографии вот люди подходили смотрели были какие-то вопросы конечно спрашивали сравнение какие вопросы какие были вот крещение как это вывод вот да у нас так крещение мы в течение года там готовим к крещению тогда крестим было об одежде было почему вы так одевать что старообрядцы наверно да я говорю нет не старые не старообрядцы мы православные но так мы приняли по уставу это более ну скажем благопристойно так и но красиво красиво и форма на его я также что форма всегда она дисциплинирует человека понимаете даже вот мы в солдаты служил солдатах там но если без формы идем когда гражданская одежда другой можно было гражданская мы можем свободно там что-то идти там мороженое взять на ходу там есть а солдатам этого нельзя делать запрещается если взяли солдаты мороженого то встали я съели тогда пошли не будет солдат идти там на ходу там семечки щелкать или курить то есть форма она дисциплинирует это такой пример всегда в любом месте вот милиционер он в форме он сейчас чувствует что он при исполнении а без формы он обыкновенный это уже да я все же что форма она дисциплинирует поэтому я иду допустим форме я уже себя смотрю как бы что они это не подать соблазку а без формы я обыкновенный такое стопой смешался но кто меня узнает кто я такой есть ну так вот об этом она больше за видится как вы там хозяйство вас что все общее там в деревне то нет ни в общем у нас говорю принцип такой то как топает так и лопает так ведемся каждый свое хозяйство у кого больше у кого меньше то есть по силам каждый тебе и достаток естественно разные у кого это это так вот такие вот вопросы задавали детском лагере задавали там это тоже говорил там как лагерь нас там о дисциплине как рано встают так рано встают чтобы восход солнца видеть как господь зажигает это светило ну интересно как у вас вот такие вопросы ну как мы начали а как вы этот на это решились а кто вас это да не знаю кто просто мы решили что надо восстановить поселок мы спрашивали как мы это сумели ну я рассказывал даже у меня с собой я брал копия решения краевого совета где восстановить поселок это покажу вот такое было значит что вот такие вопросы июнь у нас богатые на именинник первого числа в надежды домухи был день рождения четвертого числа у константина 6 числа у никиты викторовича яковлева день рождения а еще на этой же неделе на прошедшей неделе был день рождения у людмилы янчук так что вот такие вот кто кого то может я еще пропустил так что вот и брать николай тоже тут должен быть у поля тут чуть его не забыл пости хрисов ради брата какого числа 8 8 8 так что вот такая вот мучка на наших братьев сестер мы должны им многое лето чтобы они достигли царствия небесного многое лето Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. О наших учениках мы должны поговорить. Сегодня мы можем спросить у учеников наших, кто сдавал экзамены, как они сдали, успешно ли. Было 31-й и 3-й уже экзамен. 31-й. ЕНА поступает в училище, будет преподавать перевод, сурдоперевод. Так что молитесь, чтобы Господь сподобил ее, этому ремеслу научиться, этому делу важному. Так, еще кто у нас, ученики-то? Да, вот не ученики, а студенты. У Марии Игоревны тоже предстоит сдача двух экзаменов, а по осенью еще будет сертификационный экзамен. То есть уже будет второй у нее диплом. У нее есть диплом врача, а теперь еще один диплом, диплом по окончании ординатуры. Так что вот так вот молитесь, чтобы Господь ей помог. Экзамены достаточно сложные, трудные, требования очень высокие, большие требования. А еще где-то у нас болящая есть, Татьяна Новикова. Да, где Татьяна? Вышла? Вышла. Помоги Господи. Если вопросов нету, то я хочу поблагодарить за молитву. Я поправилась и дочь моя поправляется. Слава Богу. И помоги Господи теперь с лагерем, потому что у меня христианский долг поухаживать за Валентиной Ильиничной. Она не имеет ничего. Иакова 1,27 говорит нам, презирайте сирот и дом. Там сирота, который пьющий, ухаживает за бабушкой, ладом не умеет. Это где там? В той семье. Бог с ней. Все. И тебе не требуется пастыли. Вот я сказала, пастыли поможут мне. Чтобы она остановилась под мышки и хоть чуть-чуть она себя обслужить начала. Слава Богу. Мне только надо как-то, чтобы мы поедем. Ну, там в куларах договорились, когда и как. Что там с Георгием? Да, я хотела бы попросить, чтобы новокрещенный он, но крестил его батюшка Роман с Покровского собора. Теперь он второй раз, ну там исповел, покрестился. А теперь второй раз привозил Сережа ему батюшку, потому что наш батюшка был в отезде, я тоже просила. Он говорит, я тоже не могу. Поэтому он приехал, исповедовала его. И вы знаете, он вообще лежал вообще никакой. А тут, говорит, только исповедовал, причастил и уехал. А Лена, говорит, он сел за стол и говорит, корми меня, есть хочу. Поел, говорит, маленько что-то там, в один это попил такого жидкого. И запел песни, псалмы стал петь. Она говорит, ты что? Она говорит, а мне так хорошо, у меня ничего не болит. На мне ли наявлено чудо? Он так говорит, на мне чудо явлено. А потом я говорю, а дальше что? Он говорит, а дальше на второй день уже все. Никакое, говорит. Опять лежачие, опять памперсы, опять все из-под него. Я просто, ну как бы забываю, я Таня попросила, чтобы помалилась. Он постоянно отдает, ну как сказать, раз это пожертвование, вот как десятину, а я кладу его в ящик. Поэтому он как с декабря, еще какие у него на смерть там деньги были, он с этих десятину и положил. Я просто просила Таню, а Таня вроде как бы не это самое, и не вписывает. Но я теперь сама буду вписывать, наверное, батюшке, как прошу. Потому что он принимает участие, он меня привел, он все книги читает, он благовествует, он все посты соблюдал. Да, и исповедуется, ну, православный. Да, и исповедуется. Да, и напоминай, я просто живу. Я как раз там, я говорю. Так, еще, еще. Какие? Брат, расскажи, как там экстернат твой, пожелает? Сдается? Сдается, ну, конечно, надо совмещать работу с учебой, это самое тяжелое. Сдается пока. Прошу ваших молитв, потому что надо не постыдить, скажем, знаете, честь. Да? Вот так, то есть. Помоги, Господи. То есть еще такое понятие, что я на тебя смотрю, как ты ответишь. Удалось сдать Новый Завет, и преподаватель был очень доволен. Новый Завет сдал? Ну, да, там Новый Завет, не просто вот некоторые думают Новый Завет, а там не так все просто, 500 вопросов, одна часть экзамена, 500 вопросов, одна часть экзамена, и еще 10 вопросов на домашнее задание. 10 вопросов, один машинописный лист, плотный информационного текста, никаких списываний, никаких преподавателей, очень серьезный. Ну, я принял вызов и сдал, ну, получил 5. Я набрал 94 балла. Аллилуйя. 96 или 94, я что-то не помню, 92 ли. Аллилуйя, да? Я хочу поблагодарить всех за молитвы, кто молился вчера за нас, путешествующих. Мы путешествовали к бабушке, с ребятишками ездили. Думали на два дня, но у Саши заботы свои по работе, и поэтому мы ездили одним днем. Все благополучно, спасибо Христос. И еще одна моя просьба, я с 10 по 14. Снова буду в путешествии, буду одна, прошу ваших молитв. Ну, одна-то, потому что... Будь не одна с Богом. Дети в лагерь едут, но не сразу, попозже. Попозже. Мир Александрович, как там, в клочках? Рассказывай. А не очень, не рассказывай. Все так же? Все так же. Палящее солнце, холод, дождь, все так же. Помоги Господи. Вот блаженная Нина. Блаженную, когда вас поносят. В шапку не ездишь? В храм-то? Или в Ребриху там, в Ребриху? Нет, я пока хожу там, где обычно стояла, только я сменила место. Там есть у них крест такой поклонный. Он на территории второго храма, который ныне не действует. Но у них общая территория, вот граница. Поэтому мне там рядом, я захожу туда и возле этого храма молюсь. Но я довольна, искренне, правда, вот я довольна тем, что я нашла вот такое место. Мне там уютно. И возле этого, возле креста я помолюсь все, что надо. Я уже как-то вот себя не привязываю вообще сейчас. Я когда приехала, я привязывалась как-то к этому храму. Мне так хотелось туда вместе со всеми молиться. Но вот год я уже простояла на улице в молитве. И за это время я уже присмотрелась, что людей-то в храме вообще нету. Там, в общем-то, как сказать, там не за чего. Знаете, даже не за что уцепиться, чтобы такого духовного интересного, чтобы мне было, чтобы моя душа насладилась, как-то возвысилась или потянулась к Господу. Ну или что-то вот такое было, как я вот сегодня стояла, молилась, мне слезы, я вот стою прямо и не могу. Мне все вот внутри аж кипит вот от любви, от радости. Я там этого не заметила и думаю, да, мне как-то бы незачем. Простите. Незачем туда стремиться так особенно. Ну и вот, в общем-то, я довольна. Ну помоги Господи. Я свободная, я не привязана. Мне вот надо поехать. Вот меня требует отречения, чтобы я вот всех забыла, от своих наставников отказалась, отреклась. И только вот, только вот стала бы ихней тогда. Но я думаю, да как хорошо, что я не ихней. Но мы-то вас помним всегда и любим. Я вот собралась, у меня есть такая база. Витя, да, можно на кого положить. Я собралась, приехала, поехала в Потеряевку, помолилась. Но на следующую, вот сейчас на неделе, я думаю, в Ребриху. Я думала, если вот сюда не получится, то поеду в Ребриху. И думаю, поди, там-то не выгонят меня в Ребрихе. Да, кто-то видишься. Ну как, это их не жертвы. Да нет. Ребриха, Павлаз. Может, все хорошо будет. Помоги Господи. Не знаю, но я, в общем-то, довольна. Еще просьба, пожелания, молитвы. Игнатий Николаевич, у вас есть слово? Снизу. Всего? Не одно. Говорите. Ну, сначала по тем, кто выступил. По батюшкиной поездке. Где он? Далек ушел? На ковер. На ковер. Ну, чтобы не позаглаза говорено было. Он обычно, когда приезжает и говорит, вот я ездил, а нигде лучше нашего нет. И каждый год ездит. Ну, он уже знает, что нигде лучше ничего нет. И вот заметьте, о чем речь идет. Вы не услышали ни разу даже Слово Христос, ни благовестия, ни Библии. То есть, пять Б, без которых человеку не наследует жизнь вечную. Я показывал, у меня ролик написан такой. Бог, Библия, благовестие, благословение, будущее. Как будто ничего этого нет. Вот если бы мысленно так перенести, называется экстраполяция событий во времени, с того времени, когда были апостолы. И вот они зашли бы, то, что батюшка рассказал, фактически картина понятная. Один вопрос бы только они задали. А какой веры эти люди? Что это такое? В Писании есть, где дважды повторяется наказание какое-то. Допустим, считаю 13-й Псалом. Он говорит, сказал безумие сердца своем, нет Бога. Они совратились, совершили гнусные дела. Причина какая. И вдруг 52-й Псалом, буква в букву повторяет. Он что, забыл? Или под копирку писал? Вопрос-то мы можем задать? Я никогда ни от кого не слышал вопрос. Зачем? Дублирует один и тот же Псалом. В 90-й Псалом живые помощи не дублирует. В 50-й Псалом один, это дважды. То есть там, где отвержение от Бога, Бог неоднократно повторяет, стучит по мозгам, сказал безумец. И вот то, что делают люди, это безумие может оказаться полное, совершенное. Им нужны свои башки каждому. Там семи воноспроси, кто знает, как он, интересно, закончил жизнь свою, как он ее родствовал. Он тулу пышил, но в конце, чтобы походило, как верующих, он на воротник пришивает на место рукава, а рукав пришел на место воротника. Это наше по православному. У нас все вывернуто. В Бетском Завете мы встречаем, однажды Господь, ангел явился и говорит, прокляните, прокляните, мироз. Как так? Если один раз прокляните, страшно. А почему два раза? И за что? За то, что не пришел на помощь Господу с храбрыми сидел дома. Иконами баловался. А народ России погибает, развалится на счастье. Ни один на благовестие шагу не шагнул. Прокляните этот народ. А Израиль уже все, защихлили пушки, уже домой все, победа одержана. И вдруг ангел сказал, подождите. А ну-ка пересчитайте, кого не было, с какого колена. Какой храм не прислал ни одного благовестника. Итак, по-новому на войну идем. Истребите этот город, чтобы ни одного человека не осталось. Ни скотины, ни птицы. Все, уничтожьтесь. С лица земли сотрите. Вот ведь какое обстоятельство-то. Никто не видел это. Тогда ангел вмешался. Вы все ослепли. Вы ничего не понимаете, что вам рассказывается. Будет ли слово, а оно застревает в горле. Говорить нельзя. Это он, батюшка, батюшка рассказал про ужас, к которому пришло православие через две тысячи лет. Прокляните мирос. Может быть ангел стоит и говорит, прокляните это православие, когда ничего божественного нет. Это люди придумали, что строят. Храмы, храмы. Теперь заметьте. Вторично. Проклятием вы прокляты весь народ. А люди благословляют. Батюшка, благослови. Батюшка, доволен. Люди довольны. А Господь говорит, горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Вы ищете славу друг от друга, от единого Бога не ищете славу. Это Христос уже говорит. И теперь снова дважды проклятие за то, что не платите десятину. А вот теперь сопренно. Вот эти звезды, что они там, какие выпускают икону, мне показывают. Пальцы растопыренные там иконы, это бафомет. Это поклонение сатане, вот так показывает. Каза-дереза. Все, масоны, до единого президента, артисты, все стоят, вот пальцы показывают как. Так, у нас зарубежная икона там была, кажется, преображение. Преображение Господне. И там звезда шестиконечная. Я ее рассмотрел, ну, дал тут одному нашему человеку, владеющему кистью. И он замазал. У нас еврейка была, как она сбунтовалась сразу. А ее какое-то дело до наших икон? Почему ее так вот отронул? Да это мелочь. Значит, без бороды. Мелочь. Что девство не сохраняет до бракосочетания. Да это мелочь, одетое в мужское. Мелочь. Все мелочь. Курит, причащается тут же. Посты не соблюдают, да но это мелочь. А что главное? Главное это храм. Так вот, о храме Господь говорит не дважды, а трижды. Вы все говорите, храм Господень. Храм Господень. Храм Господень. Считайте пророка Иеремию. Чтобы три раза вот это проклятие. Господь говорит, камни на камне не останется. Господь уходит от учеников. 24 глава Евангелия от Матвея. А ученики говорят, Господи, посмотри, какой храм. Какие там вклады. Как блестит все. Камни на камне не останется. Все будет разбросано. Убиты все будет. Вот это храм Господень трижды. Один раз только я встретил во всей Святой Библии. Один раз. Когда Господь презирает этот храм. Вы надеетесь в храме, а не теперь иконы, какой тестомец. Ни одного слова божественного я не услышал. Я ничего не придумываю. Вы сейчас только слышали. У нас не раз говорили, а почему у вас купола нет? Почему креста нет? Речь не о Христе, не о поклонении в Духе Святом. Люди знают, Бог есть Дух. И таких же поклонников ищет себе. И вот они написали, какие там Газпромы. Это все ограбители. Это все жидовье, ограбившее Россию. Это все фамилии, все. Это не кто-то выступает, а Зюганов. Почему 15 олигархам и всей одной национальности разрешили всю Россию разворовать? 72 года работали в колхозе и всюду. И вдруг все в одну ночь приватизировали. А где? Назначали в Америке. Как Березовский говорит, чертежник обыкновенный. Я проснулся утром. Я сказочно богат. Ни дня не работал. Сказочно богатым может быть только от воровства, которые раньше люди богаты были. Он завел корову, от нее теленок. Сыну передают уже две коровы. И так дальше. Теперь телятся, как у нас барабаш. Там грамма нет ворованного. Каждая пшенищенка горбом. Сколько навозов бедный перекидал. И вот батюшка что рассказал? Ни разу и нигде никто его... Я не знаю, были ли у него визитки еще наши. Было, рассказывал, говорю. Рассказывал. Я, может, не дослышал. О благовестии никто не спросил. Наша община благовестическая. Прилепляйтесь, пока не поздно. Это то, что батюшка говорил и туда ездил. Ангел считает километры. Считает метры. Такое есть предание, когда человек идет молиться. А это куда люди идут? 300-500 человек были. А как Господь смотрит? Вот эти написанные которые. Это вербледы горбатые. Трудно богатому, как вербледу пройти. Эти горбы срезать Господь будет с них. Которые на храме написаны с той стороны. Которые много жертвовали. Я не знаю. В каком тоне, в каком духе там батюшка разговаривал. И как они смотрели. Ну, вернусь, пожалею, что рядом не был. А был бы сказал, да ладно тебе. Ты опять за то же старым амплуа. Вот об этом деле надо думать. Сегодняшняя вторая тема закрыта. Там я не был, но вижу каждый день и везде и всюду. Я хочу дать завещание в конце свое. Прощаюсь с вами. Что спрашиваю? 10 июня, в пятницу я уезжаю. Мой день рождения, день ангела. Нас называли не по хотенью родители. У меня день ангела тогда, день рождения. А приезжал дедушка, который крестил Терентий Мурзин. И смотрел. У меня там Евтихий в этот день был, Иннокентий. И он родителей не спрашивал. Он смотрит, как назвать. Игнатий. Игнатий. Все, кончилось. Пахомий. Климент. Ефрем. Вот Климент Ефремович так и получился в Рашилов. Какие названия были? Родители не спрашивали. Это маленькое, ничего не значит. Но в этом тоже заложено что-то. Ты сегодня Авраам, а зато будешь Авраам. Одну букву добавлю, ты будешь другой. Ты Сара, будешь Сар. А евреи-то и одну букву Тары не может выговорить. Скажи кукурузу. Он говорит, так лучше я сто раз пшотка скажу. Теперь вот что мы слышали сегодня немножко, хотя бы. Слышали Деяния апостолов. Женщина одна, одержимая была. И никто ни о чем не говорил. Только узнать, узнать, узнать. А вдруг выявилось. Павел изгнал, когда этого демона из нее. Что исчезла надежда дохода. Вот оно, софренно твое. Вот все храмы сегодня. Выкинь вот этих вещунов, которые стоят, обещают, царство небесное торгуют. Торговки-то. То же самое и усы тебе будут. И так же посадят, колоду закуют. То же самое. Но на этом Господь обращает душу. Когда заковали его. В это время обращается стражник. А уверовал, веришь и в Господа Иисуса Христа. А дальше уверовал в Бога. Я не слышал даже. Никто никогда не толковал. Почему уверовал не во Христа, а в Бога? Он безбожник был? Или Христа уже Богом он принял с первой минуты? Страшник-то. И уверовал в Бога. Вот одна фраза. И она заставляет думать и думать молиться. Что там было? Что-то недостаточно в пропаде Павла. Или он был неверующий. Или Павел прямо сразу сказал символа веры Никео Цареградский ему. Вот обдумайте об этом. Я о чем сказал. Дальше. Евангельское чтение было о слепорожденном. Какой допрос ему ведут? И он ничего не знает. А кто он такой? И как грешников Бог не слушает. Это афоризмы. А если Бог грешников слушает? Вот вчера она поехала, сестра наша Галина. У меня дело такое. Я в руках только держал. Разбирал документы. Я гляжу, зашла. В интернете. Помолитесь, я уезжаю. Мои документы по полу полетели. Уже на молитве. Даже положить и то руку лишний раз протянуть не хочется. Она сказала. Думаю, я пока раскладываю документы. А в это время что-то еще. Вера в Бога живого. От живых людей на живой молитве. И на этом все будет. Ты сам дай цену своей молитве. Сам. И ты увидишь, как все будет изменяться. Я вчера кое-что сказал, как мы ездили и искали помощь. Так называемых спонсоров. Как я ее лишился. Главное, закрыт был здесь элеватор, который помогали муку и всем. Возил меня сюда Сергей Павлович. Вот он снимает как раз. Покажи себя. Только в один день мне пришлось вот эти новые заветы пройти. Сколько мы ездили. Я подарил только в разных организациях примерно на 25 тысяч. Да на эти деньги купил мне по заглаза и муки хватало. Не в этом дело. Мы приобретаем новых людей. Мы делаем двойную работу. Что расположены, это само собой люди. Потому что не с голыми руками. Может бесплатно детей взять. Но вот здесь возникает вопрос. Что блажение давать или брать? Когда я однажды сказал, мне до того неудобно просить. Я не знаю, какой она должность занимала. Железнодорожная администрация. Голобокова Светлана Ивановна. Вот такого навророста. Голос такой у нее грубый. Как будто курит. Она не курит. Я первый раз видел такого работника. У ней помощники там в кабинете. Дверь всегда открыта должна быть. Я должна видеть, сколько там людей. Мне понравилась ее помощница Татьяна. Пришел, нету. Я говорю, а где она? А зачем она болтает лишнего? Работать надо. Она работает. Я сказал, мне стыдно. Так, ты для чего бросишь? Ну, у нас детский лагерь. Чтобы я больше никогда не слышал слово стыдно. Ты не для себя просишь. Она меня сразу поставила на рельсы. Так я в краевой администрации сказал, заберите ее сюда. Что она в районе администрации сидит? Вот вы найдите, где бываете таких людей. Дайте совет дальше. И чтобы что-то начало меняться. Я по мелочи говорю. И вот с этим слепорожденным произошло великое чудо. Мы не знаем дальнейшее, какая биография. Дмитрий Ростовский почему-то не написал. А может быть, она и неизвестна была. Но самое главное, он понял. Я был слеп, а теперь вижу. Придя в веру, ты стал зрящим или нет? Ты им скажи, я была слепа, а теперь вижу. И они его посылают. Скажи, он грешник, во грехах родился. Это тебе они сейчас говорят там в клочках. А ты говоришь, не знаю, он мне глаза открыл. Я узнал, на церковь православную прихожу. Вы примените все на себе. Это они тебя именно и епископ, который у них одно не этого требует. В этом районе, где там, в Славгороде. Ты отрекись. Прокляни. И тогда ты будешь с нами. То есть такая же слепая будешь. Но тебя уже не слепорожденные, а умышленно ослепленные будут называть. Так, я сейчас несколько слов скажу еще по лагерю. Вот, молодежи. Попрошу просто, даже если не согласен, все равно прими. Я нашел старые вот эти вот. Посмотрите сюда внимательно. И вот впереди мой телефон и адрес походи. Держи так. И неправильно перечелкнут. Один. А остальные нужно так дописать и убрать не нужно. Сделай это. Принеси, раздай, чтобы люди работали. Так. Не, не правда, подайте. Вот это образец сверху лежит. Где что, старая защертной, которая новая выставит. А 27 можно не трогать. Так. Кому еще здесь дать? Не вижу. Игорь. Нет, спасибо. Ну, всего ничего тут рядом. Вот знаете, только написать, принести, а потом раздать, чтобы расклеили. Возьми. Понимаете, ваш жест отвергающий. Может, в конце концов, сделать все привычки, и от многого будете отвергаться. Почему выскочил Исаия? Кого мне послать, Господь говорит? Я сегодня это спрашиваю. Никого нет. Пошли меня, Господи. А потом Господь-то показал ему, уста твоя еще не чистая. Ну, исправимое дело. На уста не надо ссылаться, что ты заикаешься, и речь нескладная. А у тебя, братец Аарон, вопрос решается. И здесь ангел, Серафим взял клещи, уголь провел по устам, и все. Сегодня, говорит, это причастие. А почему от причастия люди не делаются сегодня искусственными проповедями? Применили, главное, туда, а оно еще не делается. Каждый день причащаются. Исаий, которого коснулся, Господь провел углем, он стал другим. Дальше идет Исаия, книга пророка Исаия. Великие пророки называют, их три только. Что у нас спортом занимается? Валерий, передаю тебе. На, вот это вот, покажи, когда поехали русские, вот они, благослужения, служат. Благословил Бог в Китае, продулись в дребезги. Передай всем этим, чтобы не на это надо надеяться. И далее прямо. Перехожу к последнему слову. У меня, как заходишь там, где я сижу в комнате, где красный угол называется иконы, и сверху я положил, как меня хоронить. Очень, очень хорошо знает Виктор Андреевич. Когда я уезжал, у меня с собой на немецком, полностью напечатано на английском, на французском, на русском. Если он заверен на нотариусом был, дальше как со мной будет. Никогда я заболею, кровь мне не переливать. Я абсолютно против переливания крови. Дальше. Ничего не брать от тела и не разрезать. Вот какой есть, такой есть, не обмывать. В старых стоптовых сапогах они у меня подписаны на погребение. Лежат здесь. В семьях. В семьях. Дальше. Когда на кресте написать, что каждый может брать бесплатно. Новые заветы, заноминированные, чтобы все время вывешивали. Кто-то пришел, взял. Одно евангелие, маленькое, такое, салтырь, совсем маленькое. Несколько слоев завернуть в салопан и положить мне на грудь. Я не хочу умирать, как все люди. Я хочу из гроба сказать. Кто-то раскопает, наткнется и возьмет Евангелие. Кто-то к гробу будет подходить, к гробу, к кресту на кладбище. Увидеть необычно, бери бесплатно. Бери Евангелие. Нет, снова заломинировать, погресить. Это я для всех наказываю. У кого в памяти останется это. По лагерю объявление сделал, обязательно потом проследи. Лена, будь старше в этом деле. Игорь, ты проследи тоже. Чтобы когда подпишут, вот эти исправят. И наклеить где-нибудь, найдите наклеить. И у меня с нуля начинают работать. Я вижу, мне много помогает газетами. Татьяна Александровна, Цынгаева. Она нашу Алтайскую правду принесла сегодня сзади. И Виктор Андреевич, просчитай там заявление. Около головы. Вон, вон. Бери газету, вытаскивай. Ну, где-то здесь прямо должно быть. Просчитай. Что за объявление дали, даже не считал. Где-то здесь, внизу. Лагерь Стан объявляет набор. Православный детский трудовой лагерь Стан, что в Мамонтовском районе, объявляет набор верующих детей. Лагерь Стан, расположенный рядом со строящейся православной деревней Патеряевкой, работает более 40 лет. Его возглавляет Игнатий Лапкин. Здесь занимаются воспитанием детей, приучают к серьезному отношению к жизни. Также воспитанники ходят в лес за грибами и ягодами, смотрят фильмы, катаются на лошадях. Справки по телефону. Екатерина Зеленова. Газета «Алтайская правда». Сколько там у них тираж? Ну, 1020 есть, наверное. Тираж не знаю какой. Ну, смотри, сам он в конце. Кто-то будет звонить. Один звонок был, но не знаю, по какой газете. А вот это в конце бывало. А четвертый бывало, всегда внизу. Ну, ладно. Ремонт. Тираж. Так, в пятницу уезжаем. Просьба к семье. Подойдите, кто может. Чтобы в пол-осьмого мы могли отъехать. Загрузка продуктов. Еще все не знаем, но примерно уже можем определиться. В эту пятницу, на этой неделе. 10 июня. У нас в работе как-то нету. Вот. Любовь Николаевна, привязанных больных. За больной-то здесь любой может прийти посмотреть-то. А там дети... Надо, чтобы человек ехал, он уже не дернулся. Просьба придите и... Сами решите, кто может поехать и помочь. Просто необходимое это. Маленький совсем вопрос. У меня же Васильевна кошка, она не дается черное. Оставляет здесь, кормить. Не знает, кто кормит. Брать мне с собой или не брать? Брать. Берите. Брать, потому что здесь кто пришел, кто не пришел. Кто накормил, кто не накормил. Ящик. Ну, сходится. Так, в подвале очистить, Михаил Петрович. Кому картошки нет. Чья картошка там нету, раздай кому надо. Валерий там кто возьмет. Подвал должен быть очищен. Так, дежурство. Виктор Андреевич. Организовайте дежурство. Хорошо. Снаружи, чтобы вода была налита полный этаж и всегда голубям. Ну и заходите, могли смотреть чудеса. Михаил Петрович знает где. Так. 1106 экземпляров. Тысячу? 1106 экземпляров. Чего, да? Это Тодичь. Ну вот здесь на этой вот написано. Что-то поневерится. На Алтайский край 1100. А у них было где-то 49 тысяч. Это большое. У нас будет вести съемка. Мы оставляем здесь видео. Сергей с Михаилом. И другие. Получитесь как. Свои занятия, события. Все снимайте. Люди, которые смотрят на наш видеоканал, заходят. Всем это просто нужно. У нас связь, какая будет здесь, неизвестно. Только через батюшку, может быть. Тогда надо через Сергея. Я попрошу следующее. Мы уезжаем, а в этот день из Москвы присылают ребенка самолетом. Одного сейчас такая служба. Ему дают адреса, сюда звонят. За ребенка платят, его привозят. Не надо родителей сопровождать. Выгодно родителям и встретить, заговорили, Сергей Павлович встречает. Ему напомните. В пятницу, во сколько, ну, вечером где-то, видимо. В аэропорту встретить ребенка. Я правильно сказал? Мы отъезжаем когда? Мы утром уезжаем в пятницу. Значит, в четверг надо напомнить. В четверг напомнить еще ему. Может быть, даже позвонишь, если на дорогу выйдите там. Могли бы взять. Да, мы сюда не поедем, там будем ждать. Да, ну, выйдет просто там за это. За КП. Дальше. 30 июня прилетает один из Канады. Уже билет куплен. На ребенка привезти в лагерь. Из Канады. Это северная Северная Америка. Встретить надо и привезти. Он приезжает как раз где-то в четверг или где-то, я насмотрел. Он говорит, я оплачиваю машину и все. Кто может брать ее? Кому позвонят? Ясное дело, что из такой дали человек, Сергей берет. Ну вот, в основном-то почти все. Открыл я вам. Наказы теперь. Если меня не будет, я уеду и больше никогда сюда не вернусь. Самый первый наказ. Вы все знаете. Люби Бога, люби ближнего. Я это не поминаю. Только то, что конкретно наше. Никогда под страхом смерти не заходить в московскую патриархию. Никогда. Это невозможно. Не потому, что что-то против имеем. Мы другие. Это нам все говорят. Они сразу вас уничтожат. У нас ни потеряевки не будет, ни лагеря, ничего не будет. Вот когда сейчас они на меня нападали, когда, а вы знаете, там отказался от вас Иларион. Это серьезно, то другое. А у батюшки до этого как было? Мира. Он говорит, я у вас не брал. То есть все-то отнять, и вам некуда, тогда вы к нам придете. То есть они просто рвут. Ну как коммунисты. Они по-другому не могут делать. Куда идти, когда там сергианство, предательство? Мы не можем этого делать. Они не вышли из Всемирного Совета Церквей. Они преследуют нас. Даже сестра с нами только знает, и здесь обратилась, они живьем свидать. Вот она, Нина Александровна. Год стоит на улице. В любой дождь, в любой мороз, они не запускают. Кому идти? В звериное логово. Я не говорю о всей патриархии, о том, что здесь есть, где мы находимся. Мы, причина одна, мне говорят, причина одна, вы другие, вы совершенно другие. Если бы мы были баптисты, разговор был хороший. Но мы в православии, говорим, можно работать, можно трудиться. Мы признаем благодатность московской патриархии. Приезжает архиерея, батюшка здесь служит всеми вместе. Но мы не можем быть под их гланью. Нас сразу же уничтожат. Запомните, самый главный наказ никогда, кому надо, отдельно может идти. Батюшки не будет. Можно призвать священника. Четыре раза в году прищищалась Россия всегда, четырежды. Договориться с архиереем, хорошим у нас отношения, чтобы пришел священник. Приезжает, чтобы потеряет куда-то. Так вот здесь приехал, исповедовал, прищастил. Одного только, чтобы один был. Мы когда ездили с Сергеем сейчас, мы решили зайти в Покровский собор. А там отец Сергий Беляев, он был секретарем лепархии. А сейчас, видимо, Дмитрия убрали опять. Ну что-то где-то здесь он был. Почему? Он был настоятельный? Он эконом в Покровском соборе. Эконом Покровского собора. Сейчас. Хороший человек. Хороший. Просто во всех отношениях его отношения. Ключа. Я вам конкретно говорю. Если батюшки не будет, прямо попросить его, чтобы он приезжал во время поста, подготовились, сказать, в какое время. Четыре раза в году они это могут сделать. А если нет, скажет, четыре раза в году можете сказать, в любой храм причастись. А мы же не отвергаем. Но мы по-прежнему образованы, наша община в русско-православной зарубежной церкви. И с этим мы остаемся. По-другому нельзя. Нельзя. Если вы этого не поняли, то напрасно я с вами трудился тогда. Это самое наиглавнейшее. Общины не будет. Ее сразу разрушат. Потому что мы являемся для них, вот это, как говорят, кость в горле. То есть булыжьи в глазу. Они не могут ничего сказать. Мы не такие. Вот люди, которые приняли мусульманство, они православные, даже батюшка. Я говорю, я тебе не опровергаю ничего. Одно то, что ты на Пасху не скажешь Христос воскрес. Тебе этого мало наказания. Что тебе жизни вечно не обещано. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечно. Библия не будет святой книгой. Евангелие ты не поцелуешь. Ты нигде к мощам не приложишься. Все, что у нас есть. Жития святых, это не твои. Каноны, правила не твои. Перейди куда-то. Допустим, мусульманство, буддизм. Ты понимаешь, что ты потерял-то? Я тебе ничего доказывать не буду. Я скажу, чего у тебя не будет, к чему ты привык. Твое имя говорит о христианстве, а не мусульманстве. Иначе бы ты было другое какое-то имя получил-то. Ты никогда не сможешь прочитать молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У тебя не будет православных постов. Думайся, что ты сделал с собой. Человек уходит из православия куда-то в секту. Допустим, самая хорошая секта, самая правильная из сект. Правильно? То есть много правильного у них. Это баптисты. Но у них нет священства, ни церковь. Священства от апостольских времен нет. Ты никогда не встретишь у них человека, который скажет то, что тебе на исповеди батюшка скажет. Властью данная мне от Бога, да разрешишься от грехов. Или как они говорят. Никогда. У них этого нет, как у мусульман. У них нет этой харизмы, нет посвящения. Крещение у них не дает прощения грехов. Хлеб остается хлебом. Ты никогда не увидишь священника в секте, в любой, самой хорошей. Который показывал ему на чашу и говорил, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, как батюшка, на чашу. Иоанн Кронштадтский когда прищищал, он бил в чашу, она взбенела в руках. У него говорят, сие кровь его здесь. Здесь тело его, не хлеб. Хлеб был, пока брал в руки он там. Пока не был просчитан, отслужен литургический канон. Держитесь за православие. Мне говорят, а сами туда не идете. Ну и что? Кому-то отдай за этим, ну и дайте. Да уже переписали. Раздавать, на. Кто-то тебе сильно не жаждал. На. Только смотри, верхняя, которая есть, по ней. Ты верхняя переправила? Все переписала, все. Все. Все зачеркнула, все как есть. Так. Я прощаюсь с вами, поэтому прошу прощения у всех. Я прошу, не лицемерно, без страха, выскажите мне все, чем вы недовольны мной. Кому я должен, что-то не сказал, что-то обещал, что-то не выполнил. По лености, по дурости по своей, по зачерствелости сердца. Ну, причин много для этого. По гордости человеческой, дьявольской. Выскажите мне, пока я не ушел. А кого не будет, вы им это скажите, что я зову, что просил прощения. Давай. Не претензию. Я благодарность хочу сказать. Благодарность за все, что вы сделали, перечислять не стану, потому что займет много времени. Но за сегодняшний день, сестры. На сегодняшний день, что я для себя вынес. Казалось бы, маленькая. Ремарка. Молитва ваша такая, как вы ее цените. Вот простая мысль, а я-то всегда думал, ну уж, иногда говорят, я спрашиваю, ну как же ты, как же здоров? Ну, вашими молитвами. Я говорю, ну а я-то молитву, уж ладно, какая-то моя молитва. У меня всегда такая была мысль. Я даже не задумался, что моя молитва такая, как я ее ценю. Дай нам Бог слышать то, что мы слышим. Благодарю вас, Игнат Тихонович. Спасибо, Христос. Так, о молитве. Еще раз напомню. Эпиграф о моей жизни стало, Солом 118, 164 стих. Седьмикратно в день прославляю тебя, Господи, за суды правды твоей. Суды. Не за то, что он мне дал. Мне хорошо, у меня полно всего. Суды. Суды, которые надо мной Бог совершает. Когда он мне наказывает, бьет. Что в государстве, что в мире. Я за суды его прославляю, не понимая, что это. Не понимая. И семикратно в день. Как правило, у меня до обеда пять раз, не считая утренней и вечерней молитвы. Это три святой и сто поклонов. В день, получается, в среднем тысячу поклонов должно быть. И вот, просто делюсь опытом. После обеда бывает... Вот у меня возил Сергеев. Мы приезжаем в 12. А я еще ни разу не молился. Утром рано. Не считая утренней молитвы. Теперь у меня все домашние дела подстраиваются именно к молитве. Должен семь раз встать на молитву, пока не отойду ко сну. Должен. А начнем молиться, само собой. Семерку будет ходить здесь. Когда ты вот на этом и навыкнешь, тебя не надо толкать будет. Дети это понимают. Вот у нас в лагере раз молиться. Дети играют, бегают. Забежали, а мы молимся. Они сразу рядом становятся. Почти за малиной, за ягодами. Ну так. Ну и сто поклонов там не делаем. Мы дорогой ездили. У меня живой свидетель Михаил Павлович сидит. Он знает. Она начинает читать один утреннюю молитву, вечернюю. Что мы все дорогой. Утром торопимся. Даже молитву не прочитаем. Нам нужно тысячу тридцать километров проехать в день. Вот в среднем у нас обходилось-то 300. Когда на восток ездили. Да заехать какие места 13 дней туда. Здесь у нас поменьше было, когда на запад поехали. Вот. И утром рано, и дорогой уже утреннее правило вычитывали. Потом я дал Витя, стал вычитывать. Вычитывать. А уж как сердце к этим прилетится. Молитва это главное. Так. Я еще раз говорю. Потому что позаглаза мертвый не имеет возможности пояснить, разъяснить, оправдаться. Ну и некоторые говорят. Как льва на пенсию отправили, теперь все стали клевать. А до этого все боялись. Осел идет и горло за что. И я один раз лигнул его. Лигнул. А он лежит без зуба уже. Сейчас не легать-то его. Ну ты имеешь что-то, скажи. Я живой. Помолюсь. Может меня Господь избавит от этой немощи. Или сказать греха. Что там есть. Главное, что мы имеем. Это святую православную веру. И мы должны здесь оставить такой след, чтобы показать людям. Хотя это очень непросто даже. И вы это православие проповедуете. И мы проповедуем Евангелие. Но так как время уже прошло много, 2000 лет. То мы знаем исторически, как говорится, 5 отростков, 5 ветвей. Если назвать так. Православие, я так думаю, мое мнение, меньше всего сохранило заблуждений канонических, чем другие католики. Меньше всего. Хотя тут много о чем можно говорить. И мы уже говорили. Храм Господень, Храм Господень. Я говорю, из Хромалиса. Что у нас поют когда? Кандаки. Ермасы. Ссылаются на них. А Библию совсем руки как будто не брали. Мне вопрос задают. А почему? Да потому что Ермасы это засчитывает батюшка. Он их затер. Он наизусть знает. А Библию откроешь, он не знает, какое место где есть. Дороги голосует один священник. Мы ехали, везли его. 1300 километров проехал с нами священник-то. Ему выходить-то как? С нами бесплатно я это? Но я ему стал говорить. Давай по Библии говорим-то. Он не знает, где Новый Завет. Я говорю, послание Галатам. Он ищет среди книг Моисеевых. Но зато он очень высокого мнения о своем служении. Почему? Они уже сейчас провозгласили царя императора в России. Михаил Георгий. Я там посмотрел, уголовник какой-то. Какая у него физиономия, какой. Наш такой амбал стоит. Смотри, страшно. Посмотри на царя Николая. Какой у него образ благообразный. Александра там второго. Третьего. Как они выглядят. Это уже провозгласили все. Наш царь-то, который сегодня в стороне, нет, она еще не знает про это. Царь уже готов. Это раньше как было? Он пишет Солженицын. Она шьет хорошо. К ней пришла одна близкая к верхним кругам туда. И она иголку-то берет, булавку там что, втыкает, куда не видит, в газету воткнула. А это Каганович ему в глаз. На газете. А та доложила. Десять лет. Десять лет. Не так рукой пошевелила или тут. А сегодня ты хоть под ночной горшок стадь, изображение старяй, никто тебе ничего не скажет. Ну, не умышленно, конечно, чтобы тебе нервы свои, кажется, не портить. Ну, вопросы ко мне какие? Есть вопрос. Я вот, Нианиле Александровне, Алексеевне, благодарна, что она наши руки даем, стряпает, и мы никакой нужды не имели. Кажется, ни разу за всю диму, а это 8 месяцев, мы не ходили в магазин. И хлеб такой, ну, не знаю, как она стряпает, я не знаю, как она. Если бы она была замужней, она бы каждый день колотушки получала. Это отец мой рассказывает. У него жена была такая, она, хлеб твердый, и он говорит, пас, говорит, положит, он на дно утонет, там колотчик небольшой, а потом придет, достает. А потом второй раз женился, а жена умерла. Да она вот такой хлеб сделает, только опустишь, и он сразу размок. И писто поклевали, его ничего нет. А она делает такой, только прям как сахар растворяется. Мы до того, к ее хлебу привыкли, что у меня, который бывает попадет, здесь недоеденные кусочки дают. Мы даже сравнить не приходится. Низкий поклон тебе, сестра. Слава Богу. Спаси Христу. Да и все вы. Вот никого нет, кто бы что-то не делал, не помогал. Как хорошо иметь связь с общиной, быть в общине. Ты не один. Даже больной ты будешь. Еще ты это не достает где-то. Так, дай-ка я еще вот это. Что, все что ли? Да. Тогда положи на стол. Разбирайте и в течение, ну, в неделе три-четыре можете расклеивать. Где можете, там, рядом, на заборе, на дереве, ну, только не портите чужие там где-то. Возьмите там, помогите нам. Особенно, знаете, четыре дня нам необходимо. Еще раз спрашиваю, кто, что ко мне имеет. Брат имеет вопрос. Давай. В прошлом году я, Валера Сокольский и Александр Марьясов и мой пес Ураган ездили в Благовестевскую поездку. На север? Да. На Мурманскому, по-моему, да? Кашского моря. По приезду что вы нам троим кое-что обещали. А что я обещал? А вот вспомните. Не вспомню. Если книги, вот они. Книги. Сейчас не выходи, да. А Марьясов говорит, я приеду. В Валера ездил. Так что, обещал, наверное, Новый Завет? Трехтомник. Нет, комплект. Комплект книг. Полный комплект. Так, просьба, не уходите, сейчас получите. Спасибо, Христос. Я очень рад, что напомнили это, потому что я настолько привык, что книги не мои. У меня Галина Николаевна, верно? Вот она, она у меня главная. Она решает тут. Почти 90% книг, где 90%, у меня их ушли бесплатно. Это остатки, остатки. И остатки, кое-что там продаю. Но один братьям я обещал. Да, это я помню. Вопросов даже нет. Так, еще что? Прошу у всех прощения. Простите меня, немощи мои. Да, простите, молитесь, раздражайте. Немощь держать, может, по излишней дебрости и прочее. Но что бы я ни делал, я вам говорил, обижал, я все это делал только для того, чтобы мы спаслись. Чтобы не игровое было. Игнатий Бричинин спросили, какие наказы даешь, когда умрешь, то что делать? Он говорит, что не наказывай, все по-своему сделаете. Я тоже хочу сказать, что-то вы будете не так, помните, как у нас было. И принимайте коллегиально какие-то решения, если вы решитесь. Но у меня просьба, не меняйте ничего. Мы в не один день. И то, что у нас есть, какие надписи между иконами, чтобы никто никогда не прикасался, это проповедь непрерывная идет. У нас все, что есть. Одно из главных, что у нас есть сейчас, я написал патриарху письмо и поблагодарил патриарха Кирилла, что нам дал такого епископа. Я не знал, что он митрополитом-то будет. И сказал, вот такому митрополитом надо быть у нас. Кажется, так написал я ему, когда еще епархии не раздроблялись. А уже епископ Сергий-то Иванников был здесь. И буквально прошло месяц, этот его митрополитом, это местного отправили в Елец, тут новых поставили где-то. Я был в лагере, пришел письмо из местной митрополии от митрополита Сергия. Он говорит, как его высоко оценили мою работу. Я не достоин этого. Поэтому встреча у нас, даже на пост, пришли, помните, ну, прощенное воскресенье было-то уже. Он обнимает, трижды целует, и как будто бы пасхальный день. И сейчас он был, улыбка с лица не сходит. Это Бог делает. Я считаю, это особая милость, за прошлое, что у нас было. Но все, даже тот уезжал, побывал по Теревке. Где этот, Максим Дмитриев. Антоний был, тот у меня дома и обедал ездили. Но тот понимал, что миссионерам нельзя научиться. Нельзя. И он говорит, у меня во всей епархии ни одного миссионера нет. Переходи, я тебе вот три храма строятся тут. Любой я тебе отдам. Я говорю, это не мое. Мое там, где я есть. Вот мы сидели митрополит Виталий и тут епископы. И все они меня сватывали, чтобы стал спященником прям сегодня. Когда уезжал, здесь приехал Вениамин, епископ. Непременно надо вас рукоположить. Я всем доказал, это не мое. Совершенно не мое. Мое, это быть в тюрьмах, я вожусь, скажется, как асценизатор на самом низу социальной лестнице. Не, мы же не хромые, слепые, вот эти с костылями, с костылями, это мои родные и близкие, все. Кого бы мы не видели, Сейчас мы были в больнице прошлого воскресенья, или где? Или позапрошлого? Прошлого, наверное. И там Раиса Николаевна лежит, и у Нагаева сестра Мария Яковлевна, кажется, она, да? Да. Ну, какая встреча, даже я выставил ролик, там, сняли у ней. Прекрасно. Вот приходишь, как будто, ну, родные, родные. Даже невозможно сказать, насколько родные все. И малые дети, и все. Это в общем никогда не будет. Не будет этого, ничего у вас этого не будет. Поэтому держитесь. Вот Ленин понимал, когда умирал, говорит, только сохраните партию. Он это понимал. И все. И когда кого-то где-то ругают, то где-то, ну, все, жиды, жиды, там, сегодня один напал, вот вы жидок хвалите, вы русофоб, ненавидите русских на меня. Не правда это, я люблю русских, но я не безразличен, когда хулят евреев. Это нельзя делать, ты не будешь благословен у Бога, я о тебе забочусь. Этот народ, он не искусственно создан, а через них три мировые религии, мусульманство, то через них там Иса признается, Марьям, но а он расслышал что-то там по-своему, христианство от евреев, Христос, иудейство, евреев, что нужно, чтобы в каждом районе был свой божок, как сейчас там Верхотурский, в другом месте опять нашли Матрону, в третьем месте Ксения, у каждого свой маленький божок. Зачем? Мы святых всех признаем, мы молимся им, православие нам позволяет это дело, чувство любви не прекращается со смертью человека. Вот они наказывают, приходи на могилку и там молись, возьмешь земельки, то другое. Ко мне на могилу, если я буду, умру, прийти, если Евангелия не будет, чтобы оно всегда висело. Старший за этим, Сергей Павлович, чтобы Евангелие висело, может даже не одно, на гвозде, несколько повесить, чтобы дождем не размочило, и написать. Любой может брать бесплатно. На могилу, если ко мне кто придет, у кого нет Евангелия, если долго висит, заберите, потом придите, проверьте, есть или нет. На вокзале какой-то ящик сделали, открытый для всех, в него каждый может ложить литературу. И близкий нам человек приходит и туда кладет, и видит, дай-ка сяду, посмотрю, кто же забирает оттуда Евангелие. И видит, одна бабушка взяла, взяла, я думаю, что же она будет с ним делать. Она вышла, она говорит, я взяла, подумала, на вокзале, железнодорожном, в Барнауле. Вот я, говорит, слежу за ней. Ну а потом разговаривалась, бабушка говорит, я в прошлый раз взяла, да не положила сразу назад, а уехала. А когда вернулась, села за стол читать, и гляжу, печально сидит женщина, молодая. Я говорю, что это такая печальная, она на аборт пришла, я ей говорю, давай говорить. И она отстала, вот тебе Евангелие, какой круг сделала, и эта женщина решила дать жизнь. Понимаете, мы не знаем, как откликнется, где оно, это живое слово. Батюшка, ты ничего из этого не рассказал, там этого он не видел или не было. Чтобы люди все благовествовали, все считали Святую Библию, все несли Слово Божие, проповедовали Христа, познакомьтесь со Христом. Ну и так потихоньку, потихоньку скажите, а я знаю, что есть спасение в православной церкви. Нам стыдно называться православными, потому что нам сразу подоткнут, что там делают, о чем говорят, там садомские грехи. Мы ничего отрицать не будем, потому что не знаем, но скажем, каждый ответит за себя. Но мы православные. И у нас наследие громаднейшее, все жития святых, каноны, толкование церкви на священное писание. Ни одна секта, никто этого не имеет, как мы. Вот у меня все. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Любовь Николаевна, коротко. У меня там выведены две банки, двухлитровый, трехлитровый, вот эти церкви и большие костюли. Можно пожертвовать налоги. Все. Поехать надо, хотя бы один, кто приехал помогать. Это все вынесли, кто сможет. Игорь, Игорь. Брат Сережа. Игорь вывезет, хорошо. До 2 августа нужен человек, 10 июня. У нас предстоит большая работа, нынче, мы думаем, два нового продозала выправить. Большая, очень большая работа. В прошлом году у нас все получилось. Я не говорил, помоги Господи, а молился, пособи Господи. И Златовусь говорит, и некому пособить. Все больные, все немощные. И Бог так сделал, что мы уехали. И нынче пруд получился. И убрали, и дорога сделала. Уже все это с глыбами такими. И нашелся человек, там у нас, ну, как сказать его, фермер, или как его назвать, в соседнем селе живет. Вот пример, просто к примеру сказать. Долгов Евгений. Когда дали свободу, я думаю, купил машину. Тартаренок, видимо, какой-то, я могу маленько не так сказать. Там 4 гектара. 4 гектара, это, ой-ой-ой. У него получилось, в следующий год, кажется, сейчас у него 7,5 тысяч гектар. Тысяч! Это не каждый колхоз имел. 7,5 тысяч. И кто у него работает, получает, 2-3 раза больше, чем обычно. Но, ни воровства, ничего, чтобы нигде не было. И вот он присылал грейдер три раза бесплатно. А познакомились, как он приехал, потеряю, в то, где жут, выходит мужчина, новый, немножко, что это такое? Сразу подошел, познакомились, его к себе. Ну, кто работал в бульдозерисе, я всем старался трехтомник подарить, нам есть что. Наконец, такой радостью приезжают. Евгения звать его. Где-то себе черкните, чтобы Господь ему всю истину открыл. Жену звать Маташа. Вот как Господь делает это. Рядом прям живет, 16 километров от нас. Сергей. Я прошу помолиться о моей маме, Валентине Арефьевне. Она очень тяжело болеет. У нее приступы кашля, что она даже не может спать. Она кашляет, кашляет, и ничего не могут ей поставить, ни диагноз, ни ничего. У нее пока нету астмы диагноза. Так, все? Да. Завершаем. Молимся. Трапеза и занятия. Завершаем. Завершаем. Песня. Завершаем. 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 Твою любовь. Завершаем. Тебя. Песня. Аминь. Аминь. Завершаем. 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 Там это, Андрей Гушев. Да, это у меня, Дима Рождец, ты уже так вот, не знаю. Знаете, Дима Рождец, если Бог сохранит меня, это... Я с тобой детей, наверное. Ангел-охранитель этих дорог. Ты сегодня же поедешь? Да, сегодня на Мечах. Да, кто посоветит? Сразу же. Зайду домой, вещи-то у меня там. Василий. Спасибо. Остаешься на занятии? Это все.